Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное интервью в серии «В помощь родителям». И я беседую сегодня с Ларисой Васильевной, которая является директором гимназии Харьковской частной «Очак». И в этом интервью мы раскроем те моменты, которые я лично слышал до этого много раз. Это не определенные мифы о гимназии «Очак», определенное представление, которое сложилось у харьковчан. Мы его сегодня будем уточнять о гимназии «Очак», как же на самом деле здесь есть. Потому что до интервью у нас был короткий разговор, в котором выяснилось, что есть что развеять, есть что уточнить. Ну и я начинаю. Лариса Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно приветствовать в стенах «Очак». Да, мы находимся сейчас в кабинете, в котором я уже когда-то однажды был. И здесь очень колоритная обстановка. Я думаю, в интервью это попадет кусочки этой обстановки. И хотелось бы с первого вопроса, который, наверное, он один тут, достаточно невеселый и грустный. Совсем недавно не стала Евгения Медриша, основателя и директора гимназии «Очак». В связи с этим многих вопрос интересует, что изменилось в гимназии «Очак», кто такая Лариса Васильевна, почему именно «Она», вот, потому что всё-таки, когда Медриш, он всё-таки как основатель, да, и многие связывали это как его детище, да, восприятие было такое, что все говорят «Очак Медриш», да, «Медриш Очак». И тут вдруг его не стало, и никто этого не ожидал, для всех это была большая потеря. А вот появились вы. И расскажите, пожалуйста, немножко о своём опыте приближения «Очак» и о том, как вы вообще тут оказались. Это интересно очень. Вопрос понятен. Ну, на самом деле, для нас действительно два года назад случилось то, о чём каждый день мы помним, вспоминаем. Это большая трагедия для всех нас. Ушёл от нас Евгений Валентинович, душа, основатель, ну и, собственно говоря, хранитель очага. С этого момента, собственно говоря, даже чуть-чуть раньше, когда Евгений Валентинович сам назначил мне исполняющие обязанности, я приступила к исполнению обязанностей. Я здесь человек не новый. Я в очаг попала в 96-м году по просьбе Евгения Валентиновича. Осталось здесь работать. Ситуация была достаточно такая смешная, неожиданная, возможно, для меня. Первое предложение я получила от Евгения Валентиновича работать. Было в 95-м году весной. Он пригласил меня и, как бы так ни означая, предложил, говорит, «Не хочешь вот вести физико-математический кружок у нас дополнительно?» Я к этому моменту уже работала заучем, в родной школе здесь, в 37-й рядышком. Я сказала, что я подумаю. Ну, безусловно, предложение было интересным, потому что для меня частное образование было, это где-то параллельно, я не сталкивалась. А частная гимназия ЧАХ является первой в Украине частной гимназии. Ну, с другой стороны, вести кружок физико-математический, это тоже определенная ответственность. При той загруженности, которая есть обычно у зауча, я решила, тем более у нас было 2,5 смены в 37-й школе, и это было очень физически затратно, ну, а делать лишь бы как не хотелось. Поэтому мы с ним договорились о том, что пока я от его предложения любезного отказываюсь. Сотрудничество наше продолжалось. Мы арендовали часть помещений в бывшем очаге тогда, это называли «Сялая паруса», для кабинета информатики. И абсолютно, получается, было очевидно, что в августе 1996 года я с ним созвонилась для того, чтобы уточнить условия, при которых мы будем продолжать наше сотрудничество. Евгений Валентинович предложил прийти к нему, и дальше произошло то, что я называю случайной не случайностью. Я попала в очаг буквально, как только я зашла в кабинет, он взял меня за руку и сказал «пойдем». Я поняла, что разговаривать в кабинете ему здесь неудобно, нужно было где-то перейти в другое помещение. На самом деле мы зашли в класс, в котором собрались все учителя, работающие на тот момент в гимназии, и был педсовет. Это неожиданно, но тем не менее я тоже увидела знакомые лица. Я не первый год была уже в образовании. Здесь уже в очаге были наши коллеги, мои коллеги. Они очень тепло меня приветствовали. Более того, здесь были наши учителя. Это мой учитель физики. К сожалению, сейчас её уже нет с нами, Валентина Васильевна. Это учитель, мой учитель химии, Ирина Павловна. К сожалению, тоже её нет с нами. И это была такая тёплая, необычная атмосфера педсовета, но о которой я вспоминаю всю жизнь. Для меня педсовет этот был совершенно из другого мира. Это нетрадиционные педсоветы, которые я много лет, получается, уже посещала в своей собственной школе, и увидела, как проводится в других школах. Это была атмосфера доверия, диалога. Ну, как-то было очень комфортно чувствовать себя, несмотря на то, что вроде как я была инородное тело. После этого Евгений Валентинович остался и сказал, что у меня есть к тебе предложение. 24 часа математики, вот у меня сегодня ушло учреждение математики, возьмёшь, а ещё я очень хорошо помочь расписанием Ирины Павловне. Ты же заочи. Заочи. Но насчёт математики я ещё как-то так была не готова сказать. Ему дали, нет. Ну, насчёт помочь, тем более не помню, конечно, да. Мы с ней просидели до вечера, она, безусловно, только и делала, что расхваливала, как здесь классно работать и что ты думаешь. Ну, и, честно говоря, я пришла домой уже с твёрдым убеждением в том, что я перехожу. Понятно, что это было трудное решение для меня, хотя, в общем-то, достаточно приятно. 22 августа оставить школу, в которой я много лет проработала, это было тоже небольшое внутреннее предательство. Но для меня так сложились обстоятельства, что я поняла, что я хочу сюда. Всё-таки это же и развитие, получается, ещё для вас? Это, безусловно, развитие. Потому что я, слушая вас, понимаю, что вы всё-таки пошли за новой, более какой-то свободной, неформальной обстановкой и в каком-то смысле за вашим интересом тоже. Это абсолютно правильно, потому что внутренне как-то я всегда с удовольствием училась. Училась новому. Я воспринимаю новое достаточно критично, но если я это воспринимаю, то я с огромным удовольствием в этом участвую. Ну и с этого момента, собственно говоря, я стала очаговцем. У меня были часы математики. Один год я отработала как бы учителем, занималась любимым делом своей математикой. У меня появилась масса свободного времени, которое я не имела до этого, которое можно было на какое-то развитие, на какие-то встречи использовать. Ну и просто на то, чтобы прожить вот эту очаговскую жизнь во второй половине дня, когда учителя собирались в учительских и обсуждали там не стоимость каких-то продуктов в магазине, а почему Петя с вами пришел грустный, почему у Васи такие глаза веселые, а что случилось, получается, у Оли дома. А это показатель. И это для меня была та атмосфера, которая, ну вот правда, действительно, получается, уповалась в этот момент. Через год Евгений Валентинович предложил мне вместе с Риной Павловной, которая была за учим, собрали меня у себя в кабинете, сказали, ну все, Елена Павловна сказала, я тебе передаю образы правления. Евгений Валентинович сказал, это не обсуждается, говорит, все, я так понимаю, что ты сильно рада этому. Ну вот почему-то мне как бы противоречить не хотелось, и я была учителем математики на 24 часа. Я была заучим, ну и плюс ко всему прочему, Евгений Валентинович сказал, ну и великлассное руководство. То, что никогда не могла себе позволить в общей образовательной школе, там 9 часов заучим. И, собственно говоря, какое классное руководство. Ну вот здесь меня осчастливили этим. Это был замечательный, потрясающий выпуск 2005 года, мой первый выпуск в очаге. Ну и так вот я осталась здесь. Евгений Валентинович в последнее время он очень разносторонний человек был, очень много занимался еще дополнительно, кроме очага. Безусловно, это было его детище, здесь всегда ему были рады, и на нем все держалось. Но у него было еще много всяких различных интересов, командировок, дел, конференции и так далее. И поэтому в это время я исполняла обязанности. Он в этом отношении доверял. Я старалась его не подводить. Ну и так получилось, что после трагической ситуации, которая случилась, я стала здесь директором. Его наследники приняли эту позицию. Я им бесконечно благодарна за доверие. Ну и, собственно говоря, за ту помощь, которую они реально оказывают мне, как администратору. Ну вот так я, Солиса Васильевна стала директором очага. Безусловно, конечно, я всю жизнь мечтала доработать свою творческую, педагогическую биографию под его руководством. Но, к сожалению, случаясь так и случилось. Но из этого я делаю вывод, что дух очага, он не на секунду, что называется, не угас. Потому что фактически вы занимались той деятельностью, которой и занимаетесь и сейчас, и все сохранилось. Ну, самое главное, что сделал Евгений Валентинович, это то, что он создал тот коллектив, да, безусловно, который сейчас расширяется. Да, безусловно, в какой-то степени происходят какие-то изменения. Но тот заряд, ту мощную, получается, энергию, которая была заложена, если сейчас разрушить, это будет действительно очевидным предательством в отношении к Евгению Валентиновичу. Мы это себе позволить не можем. Поэтому в очаге, в общем-то, остался. Коллектив, а это самое главное. Остался дух очага. Осталось желание действительно у людей, которые здесь работают, делать свое дело, делать его качественно. Несмотря или вопреки. Да, это очень важно. Это очень важно. Ну, честно говоря, это и есть. Следующий вопрос. Поскольку вы стояли, как мы выяснили, почти у истоков, да, то есть вы приступили, там, получается, в 96-м, вы говорите, году, да, очаг у нас с 92-го года, да, существует. Можете ли вы назвать какие-либо вот трудности, которые приходилось преодолевать гимназии на пути к своему, так сказать, вот, звездному часу? Потому что я, что я подразумеваю, вот 96-й год, это все-таки еще, наверное, тогда еще что-то строилось. Вы еще застали, когда что-то формировалось, что-то строилось. И вот, поскольку вы близки были к Евгению Валентиновичу, да, вот какие-то вы видели такие вот моменты, которые мешают, что называется, может быть, извне, которые вот действительно, что называется, можно преодолевать с большой буквы «П» на пути. Да, я вас понимаю. Ну, безусловно, как у любого учебного заведения, первые 100 лет тяжело, а дальше начнется легко. Поэтому, когда я пришла, прошло... Вот, о чагах, кстати, сколько это лет? Это, по-вашему мнению. Прошло 34 года. Ну, вы знаете, трудности есть всегда и везде. То есть, есть вещи, которые действительно уже определившиеся. И на самом деле, ну, я вообще человек, который считает, что нам трудности даны для того, чтобы их преодолеть, да, и двигаться дальше. Все препятствия ведут нас к какому-то другому пониманию, другому, возможно. Возможно, к другому какому-то опыту, безусловно. Поэтому трудности были, и они были, ну, какие-то рабочие трудности. То есть, те же самые помещения. Вы прекрасно знаете, если вы не знаете, теперь я вам раскрываю эту тайну. Мы, собственно говоря, не зависим от государства в финансовом отношении. Это тоже определенные трудности. И это произошло не сразу, видимо. Это произошло достаточно быстро. Наше государство отказалось, получается, от субвенции или субсидий, каких-либо, получается, финансовых вложений, даже за коммунальные платежи для частных школ. И поэтому все, что мы зарабатываем, это мы зарабатываем. То есть, родители, которые приводят к нам ребят, они голосуют не только, как бы, своим желанием, своими ногами, получается, они своими деньгами голосуют за наше, как бы, существование. За то, чтобы очаг был. Да. И я пришла, было очень мало детей еще. Но это было реально, эти дети, которые пришли, это были единомышленники тех учителей, которые пришли за Евгением Валентиновичем. И родители были единомышленники. Сейчас мы, конечно, очень расширились. У нас сейчас есть очное, есть дистанционное обучение. У нас больше тысячи детей. Соответственно, немножечко подрос коллектив учителей за это время. 95 сотрудников, я думаю, это солидно получается. Вот, да. Учебного заведения, ну и 1200 даже с хвостиком. Ребят не только харьковчан. У нас теперь за счет дистанционного обучения мы работаем с ребятами со всей Украины. Есть ребята, которые за рубежом находятся. Находятся у нас на дистанционном обучении. Приезжают к нам только после 9 класса, после 11 класса. Если это ЗНО или ДПА сдавать. Поэтому география расширилась. Мы в одном корпусе не помещаемся. Если раньше мы были в маленьком двухэтажном здании, то сейчас у нас уже есть арендованные, правда, к сожалению, 3 здания. Ну и, честно говоря, когда говоришь о какой-то мечте, то, наверное, самая главная мечта – это объединиться где-то в одном большом красивом здании, всему очагу, потому что этого очень не хватает сейчас. То есть трудности, ну, безусловно, не были. Я не могу сказать, что общение с нашими вышестоящими организациями является там действительно какой-то сложностью и так далее. Так все рабочие моменты, да? Давно работаю, получается, со многими коллегами, которые работают в районном управлении образования. Это квалифицированные люди. Я понимаю, что они тоже чиновники, и есть определенные обязанности, которые они выполняют, а выполняют они как раз в том смысле, когда они связаны с нами, те же отчеты и все остальное. Ну, это рабочие моменты, которые, наверное, можно пережить. Оставить надо главное. Оставить нужно образование. Вот если его не будут ломать, то, я думаю, с остальными трудностями справиться можно. Если будет ценность образования, образованные дети, я думаю, все остальное техническое. Ну, либо нанимаются специальные люди, которые технически это выполняют для того, чтобы не мешать основному процессу, либо просто тогда уже какие-то вещи, как частенькие мы можем себе позволить, допустим, делать не так, как там заставляют муниципальные школы, которые вынуждены огромное количество бумаг писать, и это очень отвлекает, действительно, ребят. Да, от процесса, да, отвлекает. От главного. Я это тоже много раз слышал от отзывов от учителей, когда их просишь сказать, они вот работали в традиционной школе, перешли в частную, в чем же преимущество этого перехода? И вот это было одно из первых, просто вырывалось прям наружу. То есть, видно было, что в людях это сидело, вот эта вот бумажная работа, которая занимала большой объем, и они прям вот этим делятся в первую очередь, и такое ощущение, что ты откуполил бутылку шампанского, и оттуда хлынул поток. Вот это первое. Бумажной работы нет. Теперь нас не грузят этим, и мы можем творить. А потом идет какое-то еще перечисление. Но вот это первое. Это вот не первый раз, поэтому и вы, и вы это тоже... Анекдот, когда попадает, извините, пожалуйста, может быть неуместно, но тем не менее, когда попадает предприниматель, там еще бизнесный какой-то, и учитель ватт, и просят позвонить домой по каким-то делам. И устанавливает ангел тариф. Я не буду рассказывать весь анекдот, смысл заключается в том, что бизнесмену, там и предпринимателю были установлены определенные, достаточно серьезные тарифы. И когда учитель позвонил, выяснил, заполнили ли журналы, вовремя ли отдали дневники, раздали ли тетради и все остальное, ангел сказал, вам бесплатно. Двое предыдущих товарищей очень сильно удивились. Говорит, почему? Говорит, ну потому что из-за адовации бесплатно. Поэтому, когда, получается, к сожалению, на учителя грузят несвойственные и ненужные ему обязанности, это отвлекает от ребенка. Да. То есть ценность пропадает. Да. Мне вот понравилось, как вы сказали, касательно того, что новые разговоры вы услышали в очаге между учителями, ну так, как я понял, в пространстве, которое условно можно назвать учительское. И вот это вот очень такой критерий интересный, потому что к нам, когда приходит новый сотрудник, у нас мы приглашаем на урок посидеть его, просто посмотреть, как проходит урок. И в этот момент каждый из наших педагогов четко понимает, что нужно делать. Нужно вести свой урок и смотреть, куда направлен взгляд того, кто к тебе пришел просто посидеть на урок. И вот если он начинает доставать телефон, что-то там писать, отвечать, заходить в какую-то социальную сеть, это понятно, человек не наш. Если человек начинает просто на уроке следить за тем, как реагируют дети на учителя, как они ведут, как они между собой, он что-то подметил забавное, улыбнулся, он что-то увидел интересное и чуть ли не телом показал, что я хочу привстать и включиться, а потом понял, что возможно это неуместно, я ведь все-таки пришел посмотреть. Если такая реакция, то это скорее всего наш человек. Мы продолжаем разговор. Это очень важно. Что делает человек, когда ты его, что называется, не трогаешь, не контролируешь и ничего ему не предписываешь. Да, это свое время, учительское. Да, это отдых в учительской. Да, ничего ты не обязан. Да, ты можешь поговорить о колбасе, колготках и всем остальном, но почему-то ты выбираешь говорить о том, что сегодня кто-то пришел не в настроении, что, а вот это показатель. Я тут с вами... я с 96-го года могу с гордостью сказать о своих коллегах, зайдя в маленькие наши учительские, но, к сожалению, нет так большого помещения, где бы мы собирали все, я достаточно часто как раз и слышу те же разговоры 96-го года. Вот к чести коллектива они не поменялись. У нас очень долго была такая форма, как проговоры по классам. Это собирается весь коллектив работающий, то есть весь ансамбль учителей. И по каждому ребенку, каждый учитель вот высказывал, как на уроке, как он, получается, реагирует на замечания, как на домашние задания. Это была очень интересная форма. Почему? Потому что я понимала, как учитель, работающий в этом классе, почему, например, у меня ребенок отвлекается. Я не нашла какой-то ключик, а в другом он заинтересованно работает. И вот таким образом эти разговоры вели к тому, что действительно направленное образование на конкретного ребенка. Это очень ценно. Мы теряем в общеобразовательных школах за счет того, что сели, встали ровно и так далее. Я не хочу оскорбить ни в коем случае в общеобразовательные школы. Там прекрасные учителя работают. И многие работают действительно, как профессионалы работают. Просто условия должны быть для них. И вот я, как администратор, например, я вижу свою задачу в том, чтобы дать учителю работать. Евгений Валентинович говорил, мы много его цитируем, что счастливый учитель может сделать счастливым учеником. Это действительно правда. Поэтому вот задачи администрации я, например, в этом точно вижу. Человеческое отношение и профессиональное это не говорит о том, что это не критически, не строго относишься. Нет, ну ты относишься по-человечески. У меня есть, кстати, потрясающее в этом отношении такой вот опыт. Когда-то я стояла со своими ребятами, они провожали меня на остановке, это мои были ученики. И встретила свою коллегу. Ну, из одной из школы, неважно. Ребята меня проводили, мы сели с ней вместе в автобус, она говорит, у ваших детей какие-то человеческие лица. И я поняла, что это то, что вот у меня внутри. Это моя гордость, это моё то тепло. Я просто никогда не высказывалась об этом именно так. Но вот ей со стороны почему-то показалось. Я говорю, почему-то так сказал. Она говорит, я не знаю. Я работаю с детьми, я видела, как они стояли, общались. Ну, вот почему-то именно этот термин захотелось сказать. Ну, вот я очень горда этим. Если у нас все эти вот человеческие лица, я думаю, мы свою миссию на этой земле выполнём. Да, да, это действительно очень такой сильный отзыв. Я вас в этом плане понимаю. Значит, следующий вопрос. Какие у вас критерии отбора персонала сегодня? И можно ли вдруг, если это видео будет смотреть человек, который послушает это всё и скажет, так, это всё интересно, но я не хочу ребёнка своего чакра отдавать, я хочу там работать. Можно ли как-то к Ларисе Васильевне постучаться? И что вы можете вот сказать про критерии отбора персонала? Может быть, даже это будет сейчас какое-то подытоживание того, что мы уже, наверное, так много сказали с вами, как вы относитесь к новым лицам и как вы на них смотреть будете? Вы знаете, я привыкла, конечно, не по первой встрече принимать человека. Я люблю людей принимать по его работе. Очень часто как раз первая встреча говорит о том, насколько человек в принципе сможет стать к работе. Для меня критерий, ну, первый формальный абсолютно, если у меня какая-то вакансия. хотя я всегда делаю какой-то банк учителей, а вдруг человек предложит что-то, чего у нас еще нет, а мы можем себе на будущее позволить. То есть, приходит человек с интересным каким-то предложением, со своим абсолютно видением, как бы он это воплощал, я такую очень буду приветствовать. Мы найдем возможность, найдем часы, это могут быть какие-то кружки дополнительные, какие-то возможно факультативы, возможно, просто несколько встреч с ребятами, которые ребятам дадут что-то, чего, допустим, до этого у нас не было. Поэтому, если это учитель приходит, да, для меня важно, безусловно, что он профессионал. Опыт в этом отношении предыдущий, ну, наверное, для меня не очень важен. Работал ли он в школе, сколько лет он отработал, очень важно желание. Мы в этом году взяли абсолютно потрясающую девочку математика, она еще ну, вот совсем-совсем не работала в школе, но то, как она относится к своей работе, то, как ее она в коридоре, несмотря на то, что нужно соблюдать социальные дистанции дети, я понимаю, что я не ошиблась. Обычно люди, которые приходят, не знаю, я хотелось бы верить, что она у меня есть, я не могу сказать, что, ну, в ком-то не разочариваешься. Безусловно, человек начинает работать, и ты понимаешь, что, ну, что-то не так. Иногда даже не один год, когда проявляется какая-то ситуация. Но в этом отношении в частной школах руки развязаны, мы можем поговорить с человеком, сказать огромное спасибо за то, что вы с нами были, но, к сожалению, мы не видим перспективы дальнейшего нашего сотрудничества. И, собственно, никто не является для нас преградой. Человек уходит, ну, возможно, наверное, затаив обиду, если не высказал здесь. Кто-то уходит, понимая, что действительно он не соответствует каким-то таким общим критериям атмосфере. Поэтому в этом отношении специального критерия первое, второе, третье, ну, точно не завожу. Смотрю по обстоятельствам. Ну, учитывая ваш опыт и ваше отношение к делу, вот у меня такое впечатление сложилось на данный момент, что пообщавшись с вами, действительно, вот вы являетесь как будто бы ну, таким маяком, каким-то таким даже сканером таким, который четко просто, зная историю очага, зная традицию, просто берет и вот смотрит и что называется пазл подходит или пазл не подходит. Вот, если может так выразиться и тут очень много интуиции, потому что на такой ваш опыт вот в любом случае накладывается этот, наверное, фактор интуиции, потому что вы уже даже чувствуете, то есть это он вообще сможет этот дух очага как-то, да, поддержать, что-то внести либо вот тем более название такое очаг, то есть он сможет поддерживать, да, очаг, он не будет способствовать, чтобы очаг газ своей маленькой лептой, которую он будет носить, будучи учителем по какому-либо предмету, то есть даже здесь, наверное, какая-то такая уже и метафора в каком-то смысле включается, возможно, неосознанно, а может и осознанно. Возможно. Вы знаете, я на самом деле, ну вот, у нас есть такая, ну, практика, наверное, когда директора окружающей школы иногда говорят, все, мы с тобой не разговариваем, ну вот, кого-то увели из учителей. Я понимаю, насколько больно коллегам, и тем более это проблемно терять, но я считаю, что не крепостное право. Конечно. Если люди приходят, и если люди действительно, ну вот, принимают правила нашей игры, принимают наши отношения, ну, собственно говоря, любимая фраза, опять-таки, Евгения Валентиновича могу цифицировать бесконечно о том, что тот, кто к нам приводит детей и платит за обучение, он нам не обучение заказывает. Он нам заказывает заказ, получается, на востребованность этого обучения. То есть, не диктуют нам учителя права. И мы перед детьми тоже не становимся по стойке смирно. Мы в этом отношении с ними придерживаемся определённой субординации, при этом, получается, действительно, в разговорах мы с ними стараемся на равных разговаривать. Поэтому иногда интуиция, иногда действительно, получается, просто человек приходит и он честно говорит о том, что там, слышал, хочу попробовать, ну, просто тянет в другую какую-то обстановку. Если такая слава рядышком, это приятно. Ну, то есть, в любом случае. У меня есть опыт, когда пришла ко мне коллега просто, потому что центр занятости прислал, филолог, буквально по первому вопросу, тут не надо быть человеком с большой интуицией. Она сказала, как вы детей наказываете? Я ответила розгами и поняла, что разговор дальнейший наш просто бесполезен. Говорит, вы знаете, извините, но мы вчера закрыли вакансию, хотя вакансия у меня была и дальше. Ну да. То есть, человек, который начинает... Человек решил для себя прояснить главное. Да. Говорит, у меня просто арсенал есть определенный как. Мне там как что-то докупить, может, что-то поменять. Расскажите, как это у вас. То ли обновить розги, то ли все-таки остались. Вот обычно кожаные ремни, ремни с пряжками, а вы как? Вот что мне здесь? Подходит мой арсенал? Я всегда привожу этот пример, поэтому думаю, если еще такие коллеги у нас есть, и они стоят в центре занятости, уважаемые директора, первый вопрос задавайте, как будем наказывать? Как вы наказывали до того? И уже никогда не берите такого. А это можно проверочный тест в обратном порядке, чтобы вы спросили новому кандидату. я уже поняла. Вот вы учитель чего? Биологии? Хорошо, как вы наказываете? Да, я просто не очень хочу, чтобы потом обо мне слава как у директора была, что не совсем адекватно. я согласен, это тонкий лед, такой вопрос задавать. Кто ему знает, как человек реагирует? То есть достаточно любого чувства юмора и профессионального получается чутья, чтобы вопрос провокации. А это тоже проверка в каком-то смысле. Я когда-то, когда столкнулся с интересной информацией по поводу того, что в одной страховой компании привлекли психолога для того, чтобы он сделал оценку ситуации, американская страховая компания, каким образом нам понять, нанимая сотрудников, что эти сотрудники перспективны надолго и смогут. И вот психологи проанализировали существующих сотрудников страховой компании, их было много, выборка была приличная и что выяснилось? Что два качества, два качества есть абсолютно у всех успешных страховых агентов. Я сейчас даже вспомню, это была книга Роберт Чалдини «Психология влияния». Вот. Да, там эта информация была. И что выяснили? Два качества есть у всех успешных страховых агентов, абсолютно у всех. Оптимизм и чувство юмора. И у меня сразу откликнулось. И у учителей. Ну, объясните мне, учителя, покажите мне успешного учителя, классного, у которого нет чувства юмора, и он не оптимист. Это большая... Это большая ред... Нет, мы даже можем так, если так мы сразу не захотим отрицать, может быть, где-то и есть, но не слышал. То есть, да, вот. И... Поэтому это может даже быть такой вопрос-тест. Сразу проверить. Я в этом подумала. Насколько сегодня удается гимназии очаг давать современное образование? Сейчас об этом много говорят, и родители при выборе школы тоже обращают внимание. А как вот, как вот, что там? Потому что все же понимают, что частная школа это, конечно, не школа государственная, а значит, возлагаются какие-то надежды, есть какие-то ожидания. Как вот вы считаете с этим в очаге, на ваш взгляд? Ну, можно говорить о многих вещах и параметрах. Я считаю, что действительно получается очаг соответствует и если на перспективу то будет соответствовать этому. Ну, приведу некоторые примеры, возможно, это тоже характеристики. Если в прошлом году в 13 марта был объявлен страшный, как бы, итог того, что дети должны уйти со школы, мы не знали, насколько уйдут они, как они уйдут в связи с пандемией, но после каникул мы уже вышли в эфир, у нас уже было дистанционное обучение, которое шло по расписанию. У нас есть коллеги, у которых в ХАИ ребята работают, ну, учатся, свои собственные дети и учатся они просто на каких-либо факультетах, на факультетах, связанных с как раз с IT-технологиями. но многие вузы не успели, получается, так быстро перестроиться в этот режим. Благодаря коллективу, в котором я работаю, благодаря коллегам мы смогли это сделать. Да, это был огромный труд, огромный опыт, и я считаю, что современное безобразование в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, без этого просто невозможно. То есть я поняла, что коллектив способен очень быстро перестраиваться. И это ценное качество, которое, безусловно, мы будем дальше, получается, всячески, это как бы пропагандировать и пытаться это делать. С этого года у нас в каждом классе стоит компьютер, и мы ведем образование и с теми ребятами, которые очно пришли в класс, и параллельно с теми, которые остались по разным причинам дома. Тревожные родители побоялись привезти ребенка в связи с ситуацией. Кто-то из детей, ему, к сожалению, болеет. То есть он может присутствовать на уроке, виртуально там общаться, но не может физически добраться. Ребята добираются из разных концов города к нам. Это же местная школа. Поэтому, то есть в этом отношении есть какие-то эти технологии, которые мы работаем на одной платформе. Учителя к этому привыкли. У нас есть много там вещей, которые только страна думает, мы уже ввели. Те же электронные там дневники, электронные журналы. Мы, безусловно, открыты миру. Мы в этом отношении общаемся. Наша выпускница замечательная, она Литвин, она языковую международную школу первую в мире придумала для билингистов. И мы с ними уже общаемся. То есть наши ребята выходят в эфир, наши ребята общаются. Это тоже современная часть образования. Современное образование, да, потому что наши выпускники едут в другие страны и очень достойно представляют как бы себя, свои желания, свои интересы и хорошими специалистами там являются. То есть сказать, что в очаге это, ну вот частная школа, поэтому такая теплосемейная обстановка для того, чтобы быть там в камере хранения ребенка, поддержать в нормальных условиях, но я была бы как бы очень сильно против этого определения. Это ложь, которая действительно фактами можно легко развеять. Я считаю, успешность школы это в ее выпускниках, в том, как они себя чувствуют в этом мире, как они, насколько они успешны, насколько они готовы. Потому что, когда говорят о том, что у вас аквариумная обстановка, а потом дети выходят в большой мир, наши дети в нашем аквариуме со всеми штормами абсолютно спокойно знакомы. Есть такие формы работы, которые являются сейчас, ну, они не могут быть в общеобразовательных школах, наверное, проведены в полном объеме. Мысли это можем позволить. В этом году возобновилась так называемая клубная неделя. Благодаря нашим коллегам, которые действительно начинали работать в очаге и бесконечно им благодарны за это, они для старшей школы провели клубную неделю. Вся неделя июня, наша необычная неделя, обычно мы не заканчиваем обучение, в этом году все впервые проходят. Каждый день был расписан совершенно интересными мероприятиями, это были мероприятия не по параллелям, а по вертикали. Это, кстати, между прочим, тоже некоторое достоинство очагала, вот эти вертикальные общения ребят и родителей. Так вот, старшие прошли клубную неделю, это и день чтеца, это и день театра, это и абсолютно потрясающий день просмотра, было, фильмы, обсуждения и прочее, это и последний день, ну, наверное, как раз он в тему вашего вопроса, перспективы образования. Ребята написали, они интерактивно это все прошли, причем можно было не приходить, ну, то есть эту неделю можно было спокойно включить дома компьютер, поиграться, перейти на следующий уровень в любимой игре и спокойно отбыть ситуацию. Но, тем не менее, они были с нами, они были в общении с учителями, они были в общении между собой, и они рассматривали очень серьезный вопрос, они сделали доклады по образованию в разных странах и, как бы, преломляя потом эту ситуацию к нашему, соответственно, очагу, как бы они хотели, чтобы было развитие здесь у нас. Очень достойное предложение. Коллеги обобщили этот опыт и у меня есть записи, я думаю, какие-то вещи мы обязательно с учителями обсудим, ну, оно очень созвучно тому, что есть, что тоже радует, то есть, ребята не хотят кардинально ломать. Несмотря на то, что они очень серьезно подошли, да, и вроде как сравнили опыт, они понимают, что то ценное, которое для них важно в современном мире, оно реально у нас. Для меня это важно. Я считаю, что, ну, значит, мы двигаемся в правильное направление. Да, вы немножко сказали про выпускников, про то, что показательно для вас это выпускники. Я вспоминаю, как в интервью, кстати, вот тут вот будет ссылочка где-то на это интервью, как Екатерина Стрельченко, директор гравитации, у него брал интервью, тепло отзывалось, тепло отзывалось, да, и что вам еще нужно, если выпускник школы открывает частную школу, причем у нее уже очень длинный путь был, она же начинала с курсов, потом дальше, дальше шла, и в результате сейчас они с 1 сентября, если все там растется, они приезжают в новое помещение, где будет полноценная полноценная с 1 по 11 класс школа. И что интересно, интересно еще тоже и ваша реакция, что у вас улыбка, что у вас гордость, что вы... Мы еще очень тесно общаемся, что вы не говорите, что еще одна частная школа в Харькове. Пусть, получается, Катя будет во всем вести. Она замечательная, Катя, она умничка, и мы с ней тепло общаемся и сейчас, и гордимся бесконечно, что напомнит, что мы выпускницы очага, у нас таких выпускников, которыми гордимся безусловно много. Нет, но я могла бы сказать, что всеми гордимся, просто возможно не всех перечислили. Да, да, да. Их было много просто. В следующем году у нас 30-летие уже будет, их очень много было. Но есть потрясающие выпускники, которые действительно прославляют и не только даже Харьков, а Украину. Тоже Никита Рубченко и его потрясающая рок-версия гимна, это как раз наш выпускник. Замминистра экономики, это наш ученик. То есть у нас много, я сейчас начну перечислять наших ребят и как бы то, чего они в этой жизни достигли, я думаю, это как раз дает Леочах стартовую площадку. Я думаю, что дает. Да, да. И дай Бог счастья нашим детям, чтобы они действительно осуществили свои мечты. Если получится, значит, мы здесь не зря работаем. Да, когда есть такие сильные примеры, на которых можно не лукаве равняться, потому что действительно это стоит. Или это собственным трудом, своими знаниями, и, наверное, когда они вспоминают о том, кто их учил и где их учил, они же не скрывают это. Не скрывают, да, и говорят об этом. Я так подозреваю, что следующий вопрос, мы уже начали на него отвечать, вы уже начали отвечать. Какая обратная связь от родителей или учеников вам запомнилась больше всего? Если что-то есть добавить, добавьте, интересно будет. Добавлю. Для меня самая главная обратная связь это когда мои ученики приводят своих детей сюда. Вот та обратная связь, которая самая ценная. То есть, пройдя наше образование, они приводят сюда ребят и говорят, а что могло быть иначе? У меня уже есть в первом классе и во втором классе ребята, которых я выпускала. Это, ну, настолько ценно. Когда наши ученики не видят другого образования, качественные, более того, это успешные люди. То есть, они в этой жизни достаточно много добились и они понимают, что они могут себе позволить учить ребят где угодно. по крайней мере, Харьков дает такие возможности. У нас прекрасные, частные школы есть замечательные. Кто-то мне говорил недавно о 35-е целых. Да. Поэтому я думаю, что выбор достаточно большой. Они ведут сюда. Они приходят сюда. Да. И очень сильно удивляются, когда узнают, что на запись в первый класс не на следующий год, а через год уже есть. Они говорят, как мы что не попадем? Ну, безусловно, мы стараемся, чтобы наши попали. Ну, конечно. Потому что уже ценности они понимают. А нашими, получается, друзьями они становятся уже тогда, когда они закончили нашу школу. Поэтому вот обратная связь это вот это. Нет, мы учим всякие случаи, помимо того, что сказали, когда великими, известными становятся, это как бы очевидно, да? Это настолько приятность. Это приятно, когда наши выпускники там обращаются уже по своей какой-то там работе, вот сюда и приходят. Недавно была потрясающая встреча. Наша Настя Андреевна выпустила книгу, она поэтесса. Она пришла с этой книгой сюда, подарила книгу, рассказала. Ну, то есть, знаете, это очень тёплые такие вещи, о которых можно говорить бесконечно. К счастью, этого чаги есть. И оно было, и оно будет. Пока будет очаг, пока будет всё это. Это здорово. Скажите, пожалуйста, как устроен день и год ученика гимназии? Вот это вот такой, наверное, организационный момент, может быть, не слишком весёлый и вдохновляющий, как то, о чём мы говорили перед этим. Но, тем не менее, вот интересно родителям знать, как вот, во сколько начало, что заканчивается и что предлагается летом. Ну, на самом деле, мы действительно начинаем с 1 сентября. Возможно, до этого проходят какие-то встречи с классными руководителями. Некоторые ребята с огромным удовольствием включаются в такой день подготовки своего класса к 1 сентября. Это индивидуально решает классный руководитель. Никогда на 1 сентябре мы не навязываем программу, ну, после последнего, первого звонка, безусловно, какой-то классным руководителям, это их выбор. То есть, они могут просто подчеркивать в классе с ребятами и с родителями вместе, посидеть, обсудить, как лето прошло, какие перспективы. Могут куда-то пойти, могут заказать экскурсию, могут пойти на косогоры, там, шашлык, шашлык, сосиски, что угодно. То есть, в этом отношении такое доверие к классному руководителю и их опыт говорит о том, что они могут организовать первую встречу. То есть, действительно, мы начинаем, как обычно, 1 сентября. 1 сентября никогда у нас занятий не бывает. Это такой день включения в то, что есть. Знакомство с новенькими, с, возможно, новыми учителями. У нас учителя бродят по классам, которые, особенно, берут 5 классы. Они знакомятся, они их пугают, детей, что вот, смотрите, я же теперь с этого момента там ваш учитель, как встретимся завтра, смотрите. Вот. Потом мы начинаем всегда в 9 часов утра. У нас есть автобусы. Спасибо огромное сейчас Александру Евгеньевичу и Марине Юрьевне, которые в этом году у нас добавилось количество автобусов. Мы забираем ребят из Алток, из Алексеевки, из центра забираем. И они привозят в корпусах 9 часов ребят. В зависимости от класса понятно количество уроков. Вторая половина дня мы никогда не выгоняем ребят из помещений. То есть, понятно, начальная школа это группа продленного дня до без 10,5, потому что в обратную сторону опять есть автобус, есть возможность уехать туда же, откуда взяли детей, туда же и привозят. Старшие, ну, они не уходят, потому что у них есть что сказать друг другу. Иногда они просто пьют чай. В классах у нас обычно есть возможность выпить чай, там они сидят, общаются. У нас очень много на нашей территории, и я этим очень сильно горжусь и всегда гордилась. Секции, которые ребята могут посещать никуда отсюда, не уезжая. Великолепная секция карате. Девочки и мальчики, и потрясающий абсолютно тренер, который ведет. У нас потрясающая студия современного танца. Арирам. Это ребята, которые тоже от 1 по 11 класс имеют возможность. У нас много всяких наград, которые зарабатывают наши ребята. Этим тоже мы гордимся. Но они просто это делают с удовольствием. Здесь у нас есть и возможность пойти на курсы и сдать экзамен в Кембридж. Мы являемся пазовым, получается, учебным заведением, которое дает, получается, возможность курса. Ребята проходят, потом издают ДПА, соответственно, они издают там ЗН, ну, ДПА, по сравнению. Ребята 11 класс, получив соответствующий уровень. То есть, ну, до этого мы и бисером занимались. Как говорил Евгений Валентинович, я это бы еще иконам спорта занялись, ну, просто лошадей пришлось держать негде. А так, все, что новое, все, что интересно, все, что приходят люди с какими-то предложениями и кем-то... У нас прекрасная, кстати, извините, еще забыла студия музыкальная. Наша выпускница, Даша Хранцова, на нашей территории. Это гитара, укулеле, это вокал, это барабаны. То есть, ну, есть чем гордиться. И во второй половине дня дети этим заняты. Ставшие, я же говорю, тоже по своему усмотрению, либо посещают эти секции, либо просто общаются. По семестрам занимаемся, как основная масса в общем развивательных школ. Заканчиваем мы, ну, традиционно в мае, в этом году нетрадиционно. Первая неделя была у нас еще до четвертого числа учебная. Мы не занимались, честно скажу, потому что мы очень активно занимались в режиме дистанционном, даже тогда, когда были объявлены локдауны, и когда были каникулы продолжены. Получается, нечего было нагонять, догонять? А нам нечего было. Мы в программу укладываемся. В этом отношении мы понимали, что первая неделя июня, она может быть очень жарко по предыдущих лет. И уже детям, конечно, очень тяжело заниматься, когда оценки выставлены, когда, собственно говоря, подведены некоторые итоги. У нас абсолютно потрясающая прошла неделя для первых четвертых классов. Это веселые старты, это их экскурсии, это наши традиционные косогоры. К сожалению, мы на косогоры сейчас не выходим, мы это все делаем на территории нашей, где родители, где дети вместе, где конкурсы всевозможные, в которых участвуют и учителя, и дети, и родители. Раньше мы уходили на косогоры, пока еще Харьковской Швейцарии не было. В палатках становились, и две ночи там проводили, полностью все мочагом выходили. Это было такое достаточно большое действие. Но, к сожалению, Харьковская Швейцария отняла у нас кусочек территории, которую мы занимали. Ну, мы здесь это все организовали. То есть ребята любят это очень дело и с удовольствием участвуют. А вот у старших была такая клубная неделя, тоже своя форма. Хотя, те, кто захотел присоединиться, там, седьмые классы, к нашим, условно говоря, к Особору, они таки присоединились. То есть они пришли в прятницу, с удовольствием, в первую половину дня поучаствовали. Ну, и последний звонок, который прозвенел для наших ребят 4-го числа, 16.00, после ЗНУ. Мы расстались, ну, я так, в кавычках говорю, расстались, потому что мы с Особорами обычно не расстаемся, они с удовольствием переходят на наши мероприятия выпускниками. И вот так проходит. Сейчас, не буду скрывать, наши ребята с родителями и с нашими учителями находятся некоторые на Азове. У нас есть там база, на которую традиционно в прошлом году только пандемия не дала возможности. Ребята уезжают. Это уже решение родителей, это предоставленная нами возможность и выбор родителей. У нас есть лагеря, в которые уезжают наши каратисты с нашими учителями, которые тоже едут с удовольствием, участвуют в этом. У нас работала здесь дежурная группа. Ну, это для тех ребят, которые еще две недели могли каким-то образом, получается, здесь находиться с нашими учителями. Были чем-то, безусловно, каждый день заняты и под присмотром. Потому что у всех родителей есть возможность организовать весь летний период. Да, да, все-таки три месяца это серьезно. Да, поэтому мы стараемся, там есть возможность. Кстати, когда были большие, там, карантины и так далее, еще даже предыдущие годы, если не было возможности родителям оставлять ребенка дома, ну, допустим, начальная школа, мы всегда говорили о том, что у нас работает дежурная группа. Ну, чисто по-человечески это было правильно, ребенок был присмотрен, ребенок был в комфортных, привычных ему условиях, ну, и он здесь имел возможность попить горячего чая, потому что учитель наливал ему, и разгореть какую-то еду, и дети были просто под присмотром. Ну, это тоже очень важно, иногда родители не могут организовать, чисто по каким-то соображениям, не с кем оставаться ребенку. Мы на это идем, и считаем, что это правильно. Если не школа, то в тоже. Да, получается, летняя база на Азове, получается, если ребенок каратэ занимается, то это то, что называлось раньше сборы, выезды на сборы. У нас сейчас есть ребята в Старый Салтов поехали, но опять-таки это решение классного руководителя, она взяла тех ребят, которые захотели, родители, которые захотели присоединиться, это такая вот дружная семья, где точно, ну, все чавовцы, и учителя, и дети, и родители. Они поехали, потому что им так интересно. Да. Кто захотел. В каком-то смысле даже самоорганизовались, да? Да, они так и делают. И по группам, да. Ничего мы специально как бы не говорим, вот от сих до сих, вот это мы вам предоставляем. Если есть запрос, если есть предложение на него, отклик, значит, соответственно, это делается. Я вообще считаю, что если все делать вот по какому-то доверительному, добровольному согласию, это всегда гораздо более качественный будет продукт. Да, да. Я замечал это у своих детей, когда в педагогической практике, вот в подготовке к школе. Удивительный момент. В один год я даже это родителям сказал, и потом понял, что вообще-то я зря это сказал. Ну, не надо было этого говорить. Но это почему-то я не подумал, это сказал. Но это было настолько очевидно. Дети, в группах которых, казалось бы, они же ко мне ходят только два раза в неделю, по часу. Так вот, дети, в группах которых родители общаются, успеваемость выше. Доверие. Ну вот понимаете, это удивительно. Это же просто, это уже закон. То есть, вот за те 14 лет, которые я этим делом занимаюсь, это проверено не единожды. Вот это история. Ну, я считаю, что если где-то остается стена и недоговоренность чего-либо, там возникают все эти тревожные моменты, стрессовые ситуации, надуманные какие-то ситуации. Когда человек открыт, когда он доверяет совеседнику, когда доверяет, получается, там, неважно, старшему, младшему, всегда можно договориться. Вот если это есть, то дальше уже идет процесс, уже любой, учебный, воспитательный процесс, какого-то общения, любви, что угодно. Да. Доверие. То есть, вот этот момент, конечно, настолько тонкий, и получается, что в очаге он зашит по традициям очага. Да. Просто зашит. А это очень ценно. Я для себя это замечаю в своей педагогической практике не часто. То есть, вот не часто эти группы встречаются, где родители прям таки вот, ожидая ребенка, сидят в холле кучкой и общаются. Я считаю, что сейчас может быть еще виной, конечно, мобильные телефоны, потому что многие привыкли, что если где-то надо ожидать, вот как раз я и полезу в Инстаграм. Вот там-то я и все пролайкаю, то, что мне так дорого сердцу и нравится глазам. Ну, к сожалению, это реалия нашего времени. Да. Этот момент, конечно, интересно наблюдать. Я думаю, эта зависимость, она сейчас, к сожалению, растет и у ребят и взрослых. Может быть, мы где-то достигнем какого-то дна и оттуда все-таки будем всплывать. Но мы тоже боремся с тем, что общение, к сожалению, и на перерывах очень часто у многих ребят ограничивается очередным прохождением игры, уровня какого-то и так далее. Или просто там в соцсетях. Поэтому, если есть возможность их оттуда увезти из этих соцсетей, то я думаю, это сейчас серьезная задача и школы в том числе. Да. Вы немножко уже сказали, ответили на вопрос по поводу английского языка, что у вас есть... Подготовка к Кембриджу. Подготовка к Кембриджу. Да. И получается, сама методика, она исходит от учителей. Потому что бывает, что подключают какие-то методики, известные берут обучение именно английскому языку. Ну, у нас как раз идет от учителя. У нас оказались настолько профессиональные учителя, которые готовят к этому экзамену, что им не нужно чужие методики заимствовать. То есть результаты говорят сами за себя, да? Да, безусловно. Это показатель, конечно. Потому что достаточно большое количество ребят, которые ходят, практически все, они достойно проходят уровень и освобождаются потом от экзамена. Но у нас это со второго класса есть. То есть ребята готовятся. Вообще английский язык у нас в 10-11 классе, я полыбланный в учении, это наш профиль. Мы взяли, мы очень долго гордились тем, что у нас все-таки универсальный профиль, но дальше государство решило все-таки вмешаться и тут и лишили нас возможности слово универсальное оставить. Это, кстати, тоже является проблемой, потому что ребята у нас убраны из абсолютно разных географически расположенных уголков нашего города и из разных, я уже говорила о том, даже 14 областей Украины только в дистанционном. И поэтому нас бы слово универсальное очень, получается, в этом отношении выручил. У нас нет специального отбора конкурсного. То есть к нам приходят те ребята, которые пришли, в Азову сердце остались и продолжают с нами общаться. А интересы у многих очень разносторонние. И поэтому мы выбрали как раз английский язык, который, наверное, востребованный сейчас в современном мире. Родители и дети это принимают. Мы где-то тем, кто больше чувствует, что он гуманитарий, мы даем возможность ему за счет курса по выбору себя реализовать. Где-то те, кто считают, что ему математика на будущее и нужна, и душа тянет, даем возможность какие-то дополнительные подготовки к ЗНО и так далее организовать. Но профиль мы все-таки взяли основной как английский. Больше часов, соответственно. Наши учителя подготовка их достаточная для того, чтобы на хорошем уровне реализовать. У нас в прошлом году была 200-бальница девочка Козыну сдала. Это тоже показательный. Я понимаю, что не всегда только учителя школьные готовят к экзаменам. Сейчас современные родители настолько беспокойны, что в первом классе приведя ребенка, тоже начинают спрашивать репетиторы у вас есть? Сразу? Что вы будете репетитором? Ну, вдруг ребенок что-то не будет знать. Я говорю, ну, в таком случае это уже не к нам, потому что мы даем образование, то, которое мы отдаем, а уже репетитор это отдельный разговор. Ну, я думаю, я думаю, что в принципе востребованность английского языка и практика, которую мы уже немножко наработали, показывает, что это правильно мы сделали. Хотел задать вопрос один, но задаю другой, на который вы немножко начали уже отвечать, а потом вернусь. Хорошо. Самое распространенное в городе Харькове мнение о гимназии очаг, это, конечно же, то, что гимназия очаг, это, конечно, гуманитарное направление. Это, конечно, дети, которые идут на гуманитарные специальности дальше. И у меня вам вопрос, поскольку вы, как мы уже выяснили, с 96-го года здесь, это миф или это, как это относится вообще к реальности? И интересно, а вы сами слышали это? Ну, конечно, слышала, безусловно. Значит, я тогда это не с потолка взял. Нет, это на самом деле, ну, вот я даже бы не сказала, что это миф, потому что гуманитарно, а я бы усилила. Гуманистическое образование. Это то, что было в основе идеи, как бы, Евгения Валентиновича и Левина, которые являлись у истоков, как бы, образования очага. Идеи Библия и люди, которые за Евгением Валентиновичем пришли сюда работать, первые. Это действительно были очень серьезные специалисты, в основном, гуманитарных специальностей. И то, что было заложено, и те учителя, которые до сих пор работают в гимназии, они действительно являются очень серьезными филологами, специалистами своего дела. И гуманитарное образование у нас на очень хорошем уровне. Мы русскоязычные. мы по лицензии русскоязычные. И благодаря тому, что мы не берем субвенцию государства, мы имеем возможность и дальше даже по закону продолжать эту ситуацию. Потому что потерять тех специалистов русского языка и литературы, мировой литературы, которые здесь есть, которые действительно, как вы говорите, стояли у истоков, а я бы сказала, стояли у начала поджигания нашего. И разжигания нашего. Первые дрова подбросили, так сказать. получается щепок, от которых потом пламя и до сих пор было, ну, это было бы, ну, наверное, неправильно. И вот то, что я математик и то, что, допустим, мне говорят, что у вас там гуманитарное образование, ну, да, чисто профессионально, где-то в душе имеет отзыв. Но, как показывает наша статистика, наши ребята выпускники больше все-таки поступают на специальности, не связанные, как раз с гуманитарными вузами в большинстве. Мешает ли это математику хорошему? Его хорошее гуманитарное образование нет, я думаю, только помогает. То есть, общее развитие, которое ребята получают и в физике, и в математике, и везде, оно будет востребовано. приятно, когда наши ребята приезжают, мы там на какие-то экскурсии, мы были в Херсонесе, и абсолютно влюбленная в свое дело экскурсовод рассказывала какие-то там вещи, связанные с Херсонесом, и наши ребята активно участвовали в этом диалоге. Мы, когда вышли, она говорит, я первый раз столкнула, не уезжайте, я вам еще все покажу, походим, и так далее. К сожалению, распоезд, и мы уже опаздываем. Она говорит, приезжайте еще тогда. Я таких детей, а это дети были 6, 7, 8 класс, то есть это даже не наши выпускники. Это, думаю, да, это вот спасибо и низкий поклон специалистам гуманитарного нашего образования, которые дали возможность ребятам вот так свободно и уже действительно на серьезной основе общаться. Поэтому я, как математик, очень сильно горжусь нашим гуманитарным образованием, но это частично миф. Частично миф. Частично миф. Мы не углубляем эти предметы, они у нас просто на очень хорошем качественном уровне благодаря специалистам нашим, нашим учителям с большой буквы. Так, ну, теперь мы с этим разобрались с вопросом, потому что этот вопрос действительно, сколько я слышал в своей практике, когда родители выбирают школу, я говорю, вы знаете, а вот я вам советую обратить внимание, например, на гимназию очаг. И вижу по ребенку, вижу по ребенку, что сейчас, может быть, что было понятно, я расскажу, я давно знаком с гимназией очаг, это единственная школа, где я беру интервью у директора и знаком с этой школой, давно и много про нее слышал, поэтому я, я вот смотрю на ребенка и я прямо вот вижу, это очаговский ребенок. и я поэтому только рекомендую некоторым детям это гимназию очаг, потому что вижу, что ну вот да, да, это вот туда, вот он придет туда, его там увидят, и даже не надо, пусть не говорят, что где-то там какой-то Денис Валерьевич на подготовке к школе это порекомендовал, не надо, это все, просто вот придите туда и просто послушайте, когда с вашим ребенком пообщаются, что вам скажут, вот, и я просто вот изнутри понимаю, что это прям вот да, и поэтому теперь уже все стало немножко, конечно, больше понятно. Ну я просто последний тогда пример уже, у нас просто мой собственный как бы выпускник 2005 года, не буду называть его фамилию, просто скажу Сережа, он уходил от нас, он действительно, ну математик вот от Бога, на него внутри это заложено, и он в 10 классе ушел на 3 дня в нашу замечательную, чудесную, потрясающую 27 школу физико-математическую. Да, знаменитая школа, кстати. Вернулся к нам. Не помешало это ему на будущее поступить на Мехмат МГУ, и сейчас в Лондоне работать в банке, быть успешным бизнесменом. То есть, наше гуманитарное образование было очень даже подушше. Очень даже кстати, да. Да, он действительно еще дополнительно, безусловно, занимался с учителем. Я это прекрасно понимаю, потому что в рамках ответенной как бы на уроке математики 4 часа, 2 алгебра, 2 геометрии, ну, наверное, ребенок недополучал того, чего бы ему хотелось. Это, кстати, большая проблема, что у нас очень сильно урезают естественные предметы, и это не является хорошим началом для того, чтобы ребенку это дать больше возможностей, тем, по крайней мере, которые хотят. Но я думаю, что это пример гуманитарного образования. Дай бог, Сережа, как бы и дальше процветания, и я очень горжусь, потому что, ну, как бы там ни было, но у меня хватает МГУ, это визитная карточка. Это серьезно. Да, 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 это серьезно. Ну, и дальнейшее, главное, я как выпускник Каразинского университета слышал про Каразинские. Я сама Каразин. Да, я слышал про наш мехмат, и я, 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 это, это, это тоже непросто, скажем так. Я не знаю, что там МГУ, я знаю, что это и у нас непросто. Это действительно нужно идти тогда, когда вот то, что вы сказали, когда ты математик, и это уже видят учителя, и уже, это не тот факультет, это не тот факультет, куда можно пойти, потому что там маленький набор. Пройдя, да. Мехмат скажу, чисто было сложно. Да, да, это действительно, поэтому тут вопрос, который я проскочил, потому что нужно было здесь уже завершить, да, это вопрос особенности питания. Я знаю, что в очаге есть своя кухня, да, и что вы все готовите сами. Питание есть. И, наверное, уже к самому я изюму перейду. Что делать всяким безглютеновым вегетарианцам? Сейчас этого очень много. У нас в моей студии есть мини-детский сад, у нас кейтеринговая компания привозит питание, у нас нет своего питания, вот, но есть детки, которым кейтеринговая компания отдает отдельный судочек. Это не просто сейчас стало. Как-то раньше все все ели, а сейчас там без глютена, там без мяса. У вас вы не выгоняете вегетарианцев? И безглютеновщиков, скажем так. Учитывайте. В гимназии ЧАХ на самом деле мы не организуем питание как в гимназии ЧАХ. Но очень гордимся тем, что организовываю питание наш выпускник, у него ФОП, и он взял на себя вот эту обязанность, как бы организовываю питание в гимназии ЧАХ. Да, проблема с вегетарианцами, для них на самом деле отдельного меню нет, для них есть те продукты, которые, получается, они могут себе позволить, и они выбирают просто из того меню, которое объявляется на неделю вперед, что можно. Если у ребенка есть какие-то особые диеты, то они берутся с собой, с собой какое-то питание, и та же столовая просто к определенному времени разогревает, и ребята, которые садятся за столы, они кушают то меню, которое заказали, а он, соответственно, ребенок кушает то, что, получается, передали родители. Ну, может быть, с добавками, которые есть возможность приобретения в наше столовое. Питание у нас достаточно качественное. Спасибо и низкий поклон, получается, нашему Юрию, Юриевичу. Юрий для меня, потому что выпускник 2005 года, моего класса. А, это прям вашего класса. Очень даже, да. Здорово. Я вот с выпускниками. Вот, готовят профессионалы, и, в общем, я думаю, что те, кто хотят, ребята, они могут заказать комплексный обед, они могут заказать первое компот, или, например, первое, и там, какую-нибудь булочку. Есть возможность на продленке заказать полутбук, есть прямо, у меня просто внучка во втором классе, извините за личное, поэтому она, если остается до вечера, то, соответственно, с классом, с удовольствием, то, что она не ест дома, она с удовольствием кушает в нашей столовой, потому что здесь они все вместе садятся, это тоже такая определенная, как бы, традиция, обстановка, ну, по крайней мере, не жалуются. Безусловно, сейчас со всеми этими новшествами в питании, с требованиями санитарного какого-то, регламента и так далее, это все обсуждается, и обсуждается и с работниками столовой, они в этом отношении прекрасно понимают, что некоторые вещи, которые предлагаются как санитарный регламент, они реальны, и дети будут это кушать. Некоторые вещи нереальны, ну, поэтому они находятся в таких вот условиях, когда они просто лавируют между тем, что дети кушают и кушают с удовольствием, и те, что, ну, теми требованиями, которые они должны выполнить. Столовая хорошее, питание нормальное, у нас очень часто родители, которые приходят за ребятами во второй половине дня, заходят в столовую, ну, и там чего-нибудь себе заказывают. Если есть возможность, то они с удовольствием, получается, воспользуются этим. Ну да, это еще если останется, после детей, ребята разметают все так, что... Поэтому в этом отношении с питанием, ну, пока проблемы нет. Есть проблемы, нюансы, конечно, с этими ребятами, у которых есть свои какие-то потребности, но они решаемы. Даже классный руководитель может просто разогреть пяти ребенку по просьбе родителей к определенному времени ребенок сядет и спокойно покушает. Мы стараемся в классах, чтобы ребята не кушали. Ну, в классах они там пьют чай, допустим, а в столовой, если то, что спокойно сесть, посидеть, покушать. О традиции о гимназии очаг. Вы сказали про Азов. Для меня вот Азовское море и ваши базы там это действительно часть традиции, потому что не каждая частная школа говорит, что у нас вот такая вот организованность с этим летним отдыхом. Про традицию Косогоры вы сказали мало, а традиция Косогоры это особенная традиция очага, которая объединяет это выход на природу, это, возможно, палатки и ночевки и соревнования по розжигу костра, по упакованию в спальный мешок. Да, и родители у нас в этом году очень гордели, что они быстро упаковались. Да, это родители, которые приносят свои хлебосольные свертки, разворачивают все это на подстилках, и вот та дружба между родителями там иногда укрепляется, иногда и зарождается. Вот, что еще есть из традиций такие? Я знаю, что внеклассная жизнь очень развита, постоянно какие-то экскурсии, постоянно это все просто, калейдоскопом идет в течение года, этого много. Вот, что я не сказал. Ну, на самом деле, да, у нас есть такие очень значимые и давно уже введенные традиции, но понятно, что есть хлою, это на самом деле не просто переодеться там и попугать кого-либо, это достаточно серьезная конкурсная программа, да, безусловно, связанная с этим праздником, в ней участвуют учителя и делают комнаты, например, отдельно там делают филологи, отдельно учителя английского языка, то есть такие тематические вещи, которые являются, ну, как предметная олимпиада с одной стороны, с другой стороны она под определенной, абсолютно получается, под определенной тематикой проходит. Традиция в гимназиях это новогодние праздники. Новогодние праздники, я бы сказала, новогодняя сказка, когда участвуют классы и обязательно участвует учительский коллектив. То есть этого ребята ждут, ради этого приходят очень многие наши выпускники, заранее спрашивают, ну, когда, когда же там. В прошлом году это было очень серьезное огорчение, поскольку пандемия дала возможность получать, вернее, в этом году, с прошлого на этот год, да. Вот, в позапрошлом году у нас была потрясающая сказка, каждый раз это такое шоу, которое разыгрывается учителями, несмотря ни на занятость, ни на что. Это теплая, домашняя такая обстановка, ничего не делается, опять-таки, с под палки, добровольно. Иногда мы берем какое-нибудь литературное произведение, каждому классу какой-то кусочек, и в каком ключе разыгрывается это, это уже творчество конкретных ребят, конкретного учителя, работающего с этим классом, классного руководителя. Это, конечно, традиция серьезная. Да, вы сказали про поездки, у нас очень много ребята путешествуют, опять-таки, никому не навязываются. В этом отношении путешествие может быть тематическое, по каким-то замкам, с историческим каким-то подтекстом, с изучением каких-то вещей. У нас очень много ходят в театры. Ну, то есть, в этом отношении достаточно серьезная такая, внеурочная идет работа. Она больше даже, получается, потом переходит уже в обсуждение на уроках, с какими-то темами связанными, и так далее. То есть, ребята имеют возможность. Ну, косогоры наши, эта традиция замечательная. Эта традиция практически еще начиная с первых лет. Один маленький пример приведу, когда, получается, общаются дети и родители. Накануне мои, значит, ребята обсуждают вопрос, что родители тоже пойдут. Вот, это они будут рассказывать о том, что спать уже надо идти, не дадут возможность пообщаться, мы все хотим там всю ночь ходить, гулять и так далее, а родители будут, получается, ну, естественно, давайте подумаем. Я говорю, кто захочет из родителей, тот все-таки будет. Ну, и непосредственно уже действие на косогорах. Расставили палатки, зажили кастер, дети набегались и пошли по палаткам спать. Родители сидят возле костра и играют в испорченный телефон, в ассоциации, в корову. Естественно, шумят, естественно, получается там смех, голос из палатки. Родители, вы себе спать собираетесь или нет? Часа уже, наверное, в два или в три ночи. И у нас есть потрясающий папа, который на это отвечает. Скажите, чья такая несерьезная была идея взять сюда детей? Ну, и, собственно говоря, вот эта характеристика. То есть, родителям тепло и хорошо. Я была на последнем собрании в одном из наших четвертых классов, когда родители, понятно, переживающие, кто возьмет в пятом классе, как это все будет. Тревожность все равно сохраняется, ну, на то они родители. Они говорят, ну, для нас очень важно сохранить эту обстановку. Вы не представляете, как мы рады друг другу, это родители, когда мы встречаемся где-нибудь случайно в городе. У нас любая встреча обязательно заканчивается там походом совместным в кафе или еще куда-то. Ну, вот мы хотим, чтобы это сохранилось. То есть, они очень ценят взрослые вот такое общение. И там, где это есть, там, где классному руководителю удалось такую атмосферу создать, там действительно более успешные классы. Вот эта доверительная ситуация, она потом действует получается и в ребят очень глубоко Прорастает в детей, да. Обычно вот те родители, которые между собой настолько дружны, любые проблемы, которые возникают, они уже даже обсуждают не в скандальном каком-либо ключе, а в таком вот, ну, как бы, как бы полную ситуацию. Давайте конструктивно подумаем. Ну, это очень ценно. То есть, вот, очаг и этим ну, тоже очень сильно дорожит и гордится. Мы с вами живем в удивительное время. Смотрите, ведь раньше говорить о том, что родители в классе детей дружат, наверное, было чем-то достаточно обычным. Ну, вот, например, я 81-го года рождения. Я учился в 76-й школе, это район холодный, район Баварии, Липовая роща, вот там. У нас в детстве был один выход, вот, что-то типа косогоров, но без ночевки. Помню, как сейчас. Мне под это дело даже купили алюминиевую флягу. Цена 5 рублей, написано внизу, до сих пор она у меня есть. Вот. Это невероятные воспоминания вот об этом. Мы тоже там пережигали вот эту ниточку там просто. И вот то, что родители общаются, это было, ну, как-то очевидно, потому что твой ребенок в этом классе. Есть родительские собрания, есть там что-то, общаются. Сейчас это такое ощущение, что выводится в... То есть сейчас как-то понимание того, что это ценность, оно приходит потому, что это уходит в других местах. И, допустим, яркий пример, моя тема детско-родительские семейные отношения. Это же не интересно практически ни одной частной школе. Эти семинары для родителей частным школам неинтересны. Почему? Потому что там родители не совсем родители. Они же для того и отдают туда детей с утра до шести вечера, чтобы быть родителями как раз вот вечером, когда ребенок приходит из школы, его обеспечить, оплатить, и родители очень заняты. А вот те как раз люди, которые ходят в обычную школу, те люди, которые... Вот им интересна эта тема. Ну, я благодарна нашим родителям, потому что они действительно очень многие... Может быть, за счет того, что очень многие родители являются нашими выпускниками. Да. Им эта тема близка. Может быть, благодаря тому, что был вот у них в жизнечах, для них это тема общения и так далее. Ведь я не сказала еще об очень важных вещах. У нас много, очень лет, много десятков, уже в год могу сказать, была традиция выхода. Ну, мы едем, например, на зимних каникулах кататься на лыжах. То есть, это такой зимний поход считается. Да, то есть, есть любители этого дела и с огромным удовольствием едут. Туда присоединяются родители. И они тоже вместе с ребятами. Ну, летние походы, это отдельные весенние походы, как бы, статья. Это и Крым схожи, наверное, это Карпаты, благодаря нашим учителям, которые собирают, ребята ведут. и эта тема очень сближает, сближает как раз участников этого процесса, этого таинства образования. И я думаю, что если эту тему не развивать, если просто, получается, есть определенная какая-то структура, которая занимается сейчас обучением, я сюда не вмешиваюсь. Потом структура, которая занимается питанием, я туда не вмешиваюсь, кто-то покормит моего ребенка. Потом есть моя, получается, какая-то вот такая вот делянка, как говорится, трудовая, когда я должен сказать ребенку, что нужно почистить зубы, там еще что-то. Ну, не думаю, что будут счастливые дети от этого. Они так очень сильно удаляются от родителей в связи с компьютерами, в связи с тем, что они в каких-то своих виртуальных находятся сферах. Поэтому, если такие площадки будут, и будут их как раз школы организовать, там где-то еще важно и нужно, там где становление ребенка проходит, я думаю, наше государство очень сильно выиграет. Но дайте школам возможность. Им тоже, получается, надо половину всяких обязанностей отменить, для того, чтобы учителя занимались детьми и, собственно говоря, родителями, которые захотят с огромным удовольствием в этом участвовать. Для того, чтобы темы для разговоров в учительских немножко поменялись. Это было бы замечательно. Да, это уже действительно показатель такой. Ну и заключительный у меня вопрос, это как традиционно о планах и мечтах. Вы сказали немножко о поводу того, что, конечно, хотелось бы отдельное стоящее здание, конечно, хотелось бы, чтобы не было разбросанных корпусов и чтобы вот это единство, я понимаю, так вы из этого исходили, да, было действительно еще и географически, вот прям вот в одной точке. Ну, утромная жизнь, это всегда получаются определенные трудности. У меня вот тут за стеной стоит плакат, этот плакат подарен на 25-летие нашей выпускнице. Это ее дипломная работа, как она видит очах, собственно говоря, она архитектор и так далее. Это из нереального. То есть визуализация уже есть. Это из нереального. Я прекрасно понимаю те условия, в которых мы живем, ну, а вдруг когда-либо кто-то из наших выпускников станет таким серьезным спонсором и подарит нам возможность, получается, объединиться и географически в том числе. Мы по духу то едины и так. Но это дальние планы. Реальные какие-то планы я бы очень хотела, чтобы наши ребята за оставшееся летнее время действительно много чего хорошего и интересного увидели, чтобы, несмотря на пандемию, все-таки была возможность то, что для многих это важно выехать, посмотреть, насытиться какими-то яркими впечатлениями. Но тут бы еще одна из таких моих мечет, чтобы учителя наши такую возможность имели. Потому что учителя, которые отдохнут, которые наберутся сил, впечатлений, я думаю, они будут ценными для ребят уже в учебном процессе. Поэтому, ну, мечта такая и есть. Ну, совсем маленькая мечта мне присоединиться к учителям и тоже где-то получаются какие-то впечатления яркие получить. Ну, это из такого достаточно реального, банального, наверное, чисто человеческого. Да. Да. Ну, очагу, конечно, очень бы хотелось, чтобы была возможность и не били по рукам, и не, как бы, дополнительно не озадачивали ненужными вещами, чтобы была возможность какой-то самостоятельности. Мы, ну, свою перспективу, как бы, стратегию мы выстроим самостоятельно. Я думаю, что если мы ее сделаем правильно, то будет так, как в известном биологии. Я иду, я с тобой, так ты же не знаешь, куда я иду, мне не важно, важно с тобой. Да. Поэтому вот хотелось бы, чтобы с нами шли. Если мы сделаем все правильно, то же нами пойдут. Ну, мы счастливы. Да, здорово. Лариса Васильевна, спасибо большое за интервью. Вам спасибо. Мне было очень интересно. Я всегда на все интервью иду, прежде всего, с персональным интересом. Мне кажется, это не то, что это честно, это понятно, что честно, но это еще и действительно какое-то такое включение в сам процесс. И я для себя много нового узнал об очаге, поэтому я вроде бы много знаю, но сейчас я узнал еще больше. Поэтому мне кажется, что я уверен в том, что ценность этого интервью для тех родителей, которые хотят принять решение или сомневаются отдавать в очаг, не отдавать в очаг. Вот сейчас, я думаю, что вам станет все понятно в данный момент. Спасибо вам. Ну, приходите. Я думаю, что в любом случае, лучше один раз попробовать и много раз об этом услышать. конечно, да. Поэтому будем рады. Да, спасибо вам еще раз. Спасибо. Всего огромного. Спасибо вам, да, хорошего.